Привет из Израиля! Я хочу вам рассказать про два дрона. Один дрон у меня Mavic 2 Zoom и Phantom 4 Pro версия 2.0. Я его испытывал в определенных полетах, недавно столкнулся с такой реальностью. Впервые в Израиле, в некоторых местах пропадает интернет. То есть дрон направляю в определенном направлении и вдруг начинает исчезать интернет. То есть он там опускается до двух спутников, а то вообще пропадает сигнал и, если честно, мне было страшно его даже потерять. Я боялся, что он упадет. Потом, что касается этих пультов. То есть в одном видео я видел, как один из специалистов, как бы парень более продвинутый, чем я, он показывал, что вот здесь режим есть трипод, спорт режим и обычный режим со спутниками, как он летает. Здесь несколько раз ты переключаешь и ты можешь его калибровать. Я точно такой же проделал с этим дроном. То есть несколько раз очень быстро двигаешь со спорт режима в обычном режиме и начинаешь переключать. И он начинает здесь тоже можно точно так же его калибровать. Принудительно. Если вы приехали в какое-то место незнакомое и он показывает, что калибровать его не надо, а по инструкции, когда ты читаешь, здесь рекомендуют обязательно калибровать. Вот этот дрон и этот точно так же, чтобы у вас была гарантия того, что если вдруг что-то случится, он может вернуться на то место, где вы его откалибровали. Потому что если вы захотите запустить его без калибровки, он может полететь на то старое место, с которого вы запускали. А это старое место может быть за 10-20 километров. То есть он элементарно пролетит там максимум, сколько у него есть батарея, он просто упадет у вас. Вот. Тонкости. Что касается полетов дрона над водой. То есть если вы опускаете на... Я летал над морем, то есть я его запускал в расстоянии, он отлетал где-то полтора километра дрон. Вот этот отлетал и Phantom, то есть когда он летает именно над водой, есть маленькие тонкости. То есть когда вы его очень низко опускаете, то есть вода, и вы его опускаете над водой, он начинает как бы самопроизвольно начинает дрон как бы опускаться. Вот. И очень важно в этой ситуации, если вы, например, хотите возле берега на низкой высоте над водой снять, то есть вы очень внимательно должны в любой момент держать стик в любой момент, чтобы поднять его наверх. Потому что вроде бы он летит, летит, потом раз и начинает потихоньку... Такое ощущение, как будто он примагничивает его ниже. Вот этот дрон, он мне нравится чем? Я не зря купил два дрона. Этот дрон хорошо тем, что, например, ты подлетаешь к какому-то объекту там, на расстоянии, ты можешь его приблизить. Если, например, где-то там запрещено летать или еще что-то. А этот дрон чем хорош? Он, когда есть ветер, вы можете снять очень плавную красивую картинку. То есть у вас дрон не будет вот так вот ходить ходуном. Например, если смотреть мои видеоролики, которые есть в YouTube, то на этих видеороликах показано, когда зум снимает, когда есть ветер, он начинает вот так вот ходить. Этот, например, в режиме Trip, когда снимаешь, картинка выходит очень плавная, очень аккуратная. То есть дрон не кидает ничего. Такое ощущение, как будто он идет по рельсам. Он при 24 метрах в секунду улетал. То есть при достаточно сильном метре и очень серьезном. Что касается вот этого дрона, он мне нравится. То есть в полете он очень легко управляется, очень аккуратно. И еще какой у него огромный плюс в том, что он занимает очень мало места. То есть берешь вот такую маленькую небольшую сумочку. Ты его слаживаешь, быстренько сложил, разобрал, там стики спрятал, все эти дела. То есть в течение минуты, если так уж быстро, то есть минута, можно его быстро собрать, сложить и все. И вы уже можете пойти в другое место. Единственное, конечно, у меня нет еще дополнительных батарей к нему. Есть только одна батарея к нему. А так бы хотелось, чтобы еще были, там еще парочку хотя бы. Вот так. Еще такой совет, я уже как-то говорил один раз, если вы купили дрон в Израиле, или приехали в Израиль снимать, то если где-то находятся охранники, и вы хотите снимать на территории, где находятся охранники, то смысла снимать там нет. Потому что они вам по-любому запретят снимать. Если касается каких-то святых мест, там христианских каких-то святых мест, то я вам дам такой совет. Вы можете подойти к священнику, или подойти, например, к монахам, или попросить аккуратно. Вот, например, мы снимали на Мертвом море, мы там снимали церковь, там находится монастырь. Мы подошли, обратились, там сидят люди, которые как-то занимаются в кафешке, работают. Все, они позвонили монахам, спросили у них разрешения. И эти дали нам разрешение на съемку. То есть, если у вас есть такая возможность, то есть вы приехали в какое-то место, вы можете просто аккуратно, по-хорошему попросить, и вам могут дать разрешение на то, чтобы снимать. То есть, чтобы у вас потом последствий не было проблем с полицией, или еще с кем-то. Потому что здесь народ горячий, можете нарваться на какие-то довольно серьезные, хорошие проблемы. Вот. Вот такой, как бы, маленький обзорчик возник. В общем, в какое-то ближайшее время к нему придет сумка, к этому дрону. Вот. И придут кое-какие маленькие детали. И я вам потом дополнительно об этом как бы расскажу, объясню. Вот. Так я вам желаю хорошего вечера, утра дня, в зависимости, где вы смотрите. Вот. Желаю вам здоровья, счастья, любви и финансового благополучия, как всегда. До свидания. Подписывайтесь, пожалуйста. Ставьте лайки. Вот. И до свидания. Пока. Пока. Пока.